Пятница, 13.06 на часах, и это время начала программы «Сделанная в Вятке». Здравствуйте, добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. В этой студии мы снова находимся вместе с директором Кировского областного краеведческого музея, доктором исторических наук, профессором кафедры отечественной истории Вятского государственного гуманитарного университета. Я имею в виду, конечно же, Михаила Судовикова. Михаил Сергеевич, добрый день. Добрый день. Напомню, что серия наших программ «Сделанная в Вятке» посвящена истории вятского предпринимательства. И вот спустя уже несколько программ мы подошли и подходим сегодня к одной из самых невеселых страниц в истории вятского предпринимательства. Обозначил тему ее как «Предпринимательство на Вятке в эпоху революции». Это совершенно знаковая какая-то программа. Мы выходим накануне 7 ноября. Как, кстати, сейчас Михаил Сергеевич в историографии называется эта дата? Ну, все мы помним с советских времен. Великая Октябрьская социалистическая революция. А как сейчас называют ученые? Называют Октябрьский переворот. Октябрьский переворот. Ну, многие историки пишут октябрьские события 1917 года. Ну, чувствуется, что терминология вот этого события еще устанавливается. Ну, тем не менее, если говорить о понятии революция, то вполне это понятие можно использовать вот к тем событиям, потому что любая революция предполагает кардинальные перемены. Вот. Эти перемены произошли. Произошли в октябре 1917 года. Не обидно профессиональному столу, потому что упрощается термин. Ну, понимаете, вот многие термины, которые появились в 20 веке, они были несколько идеологизированы и политизированы. Вот. Великая Октябрьская социалистическая революция. Ну, этот термин, этот термин, он, конечно, такой очень большой, длинный, вот, подчеркивает значимое событие. Ну, на самом деле, он даже мне вот в такой формулировке слух не режет, потому что революция 1917 года, через два года мы будем отмечать, да, столетие этой революции, перевернула геополитическую ситуацию в мире, вот, и открыла новую страницу, открыла новую эпоху, вот, поэтому я думаю, что по поводу терминологии вот этой революции мы выработаем, или, быть может, даже и вернемся вот к тому названию, которое присутствовало в силу значимости этого события. Я не оцениваю в целом, вот, что установилось в результате революции, но революция повлияла на все мировое развитие, да, вот, и в историографии, кстати, других государств этот термин тоже используется, как Октябрьская революция, вот, если говорить о странах Востока, то слово «великая» там очень часто присутствует. Ну, понятно, по каким причинам это. Ну, давайте все-таки переноситься на сто, сто с лишним лет назад в Вятку, в Вятскую губернию, как там, ну, какие процессы основные вот наблюдались, как раз-таки, в предпринимательской сфере. Да, начало 20-го века, мы уже отчасти начали говорить в прошлой передаче, да, говорили об экономической стороне развития купеческого сословия. Ну, начало 20-го века, это время глобальных перемен в сознании купечества, вот, и это процесс именно политизации сознания. И этот процесс выявился отнюдь не в 1917 году, все началось гораздо раньше, в 1905 году, первая Российская революция 1905-1907 годов, в ходе которой в стране происходили, ну, действительно, очень интересные демократические процессы, была образована Первая Государственная Дума, вот, затем была издана, как сейчас часто называют, «Малая Конституция», это манифест 17 октября 1905 года. И, понятное дело, что предприниматели, купцы не могли оставаться равнодушными к тем событиям, которые происходили, но в то же время мы здесь сталкиваемся и с некой аполитичностью предпринимательства и купечества. Аполитичность ввиду чего? Нежелание погружаться во все эти вопросы? Вот, вы знаете, русская буржуазия, ведь она была очень слаба, и в дальнейший ход исторических событий очень ярко показала слабость русской буржуазии, в том числе и русского купечества, я имею в виду, посмотрите, в ходе... В чем слабость? Февральской революции 1917 года, да, образовалось временное правительство, и властью была буржуазия, но власть-то удержать не смогли. Вот, и на региональном материале мы можем, ну, тоже вот посмотреть, почему вот местное купечество не проявляло большого интереса к политике. А связано это было во многом, ну, еще вот с теми процессами, которые происходили раньше. Вы знаете, даже можно говорить о жалованной грамоте городам Екатерины Второй, вот посмотрите, предпринимательское сословие было сформировано не на постоянной основе. Купцы постоянно должны были подтверждать свое звание. В результате... Своей способностью заниматься предпринимательством. Своей, да, способностью заниматься предпринимательством. Вот, и в результате не сложилось устойчивой корпорации. Купечество все время размывалось, и, соответственно, вот в купечество вливались разные слои населения, да, то есть не было устойчивой идеологии, не было общих интересов, потому что приходили самые разные люди. И в то же время государство могло воздействовать на буржуазное сословие. Вот Екатерина Вторая не случайно в эпоху Великой Французской революции, да, вот, собственно говоря, свое законодательство формировало так, чтобы, ну, буржуазия была зависима от правительства. От государства. Ну, в том случае, от государства, да, в том случае, если, скажем, ну, кто-то высказывал какие-то неугодные самодержавию слова, то этого человека можно было и в купеческое сословие, там, на следующий год не принять, да, лишить его всех привилегий. И это было все... Так называемый административный ресурс. Да, это было все законным путем. Ну, и потом правительство ведь очень активно участвовало и в формировании купеческих капиталов с помощью всевозможных, ну, как тогда говорили, казенных подрядов. То есть купец мог очень быстро разбогатеть в том случае, если он получает подряд, скажем, на поставку соли или хлеба для августской армии, для государственных нужд в целом. И правительство, в общем-то, имело очень много рычагов влияния на буржуазию. И все это сформировало, в общем-то, предпринимательство как слой их населения, который был зависим от самодержавной власти, да. И вот эти все процессы, они наблюдались и в конце 19-го, и в начале 20-го века. Слушайте, это вполне характерно и для нашего времени, когда многие предприниматели в основном живут только тем, что госзаказы всевозможные, да, вы и говорите. То есть картинка-то очень похожая. Ну, в истории все повторяется, да. Ну, просто все познается еще в сравнении. Западное предпринимательство, купечество, другие государства формировалось несколько иным способом, да. Вот, там у купцов был наследственный статус, и государство и правительство в целом имело, ну, гораздо меньше рычагов влияния на предпринимательство. Ну, и могли предприниматели диктовать свои условия, да, за счастливую власть? Они объединялись, вот, и выступали единым фронтом, да, что мы, в общем-то, наблюдали уже и в 18-м, там и в 19-м веке, вот в России такого не было. И события первой российской революции, события 5-го, 7-го годов, в общем-то, очередной раз показали, что среди купечества нет какой-то единой позиции. Вот это проявилось и в том, что вот после манифеста 17 октября 1905 года в стране стали образовываться партия, в рядской губернии появились отделения партий. И купцы, ну, те, кто проявлял интерес к политике, они представляли, ну, совершенно разные политические группы. Кто-то записался, например, вот купцы Лаптевы, вятские купцы Лаптевы, записались в Союз 17 октября. Это была либеральная партия, которая поддерживала те преобразования, которые проводило правительство и которые были зафиксированы в манифесте 17 октября. Вот в этом манифесте объявлялась свобода слова, собраний, выражались намерения о открытии Государственной Думы. То, что характерно для демократических государств, во всем понимании. Характерно, действительно, для капиталистических, дружеских, демократических государств. Вот, другая часть купечества записалась в кадеты. Вот, были купцы, которые придерживались крайне правых взглядов. Ну, в Яской губернии действовал Союз Русского Народа. Вот, ну, кроме того, у нас была образована и своя монархическая партия. Это не для всех регионов было характерно. В основном эта партия была крестьянская. Вот, тоже интересно, да, крестьяне поддержали царя-батюшка. Ну, понятно, что элементы наивного монархизма, они присутствовали в истории все время, да. И в годы Первой Русской Революции этот факт очередной раз себя проявил. Вот, и такая партия образовалась. В нее пошли в том числе и купцы. И, кстати, вот, среди организаторов этой партии был известный вязкий купец, фотограф Петр Григорьевич Тихонов. Он был членом учредительной партии, производил запись в партию. Причем партия эта работала на всю губернию. В уездных городах открывались отделения, которые возглавлялись в том числе и купцами. Ну, вот, Владимир, вспомнил Вашу фамилию Сметанин, да, ты в городе Уржуме в июне 1907 года городской голова Иван Сметанин стал организатором отделения вязкой народно-монархической партии. Да, это было возможно там по тем законам, что городской голова еще и партия возглавляет. Да, по тем законам было возможно, то есть местное самоуправление участвовало в партийной деятельности. И, вы знаете, ведь очень интересно, то, что у купцов не было какой-то единой платформы, единой позиции, очень ярко проявляется и в том, что купцы входили в состав и левых партий, социал-демократических организаций. Ну, в основном это были купеческие дети, выпускники Московского университета. То есть те, которые уже впитали вот эти, да, веяние, вот эти, свободу. Да, столичный дух свободы, да, вот. И среди, скажем, представителей социал-демократических организаций были представители вязкого купечества. Вот, например, в городе Орлове был такой вот очень крупно известный купец, значит, Кузнецов Александр Назарович Кузнецов. И вот его дочь Августа Кузнецова училась на женских высших курсах в Санкт-Петербурге, вступила в социал-демократическую организацию. И как раз вот в начале 20-го века, ну и в годы первой русской революции, она очутилась за границей, познакомилась там с Владимиром Ильичем Лениным, вот, была знакома с Крупской, участвовала в издании газеты «Иск». Ну, то есть вот примеры того, что купечество, в общем-то, было, ну, таким у нас условием, которое проявило себя в самых разных, да, политических деталях. Наверняка тут возникали внутри купеческих семей противоречия, когда люди постарше, там, отцы и матери придерживаются одного течения политического, а дети – другого. Вот, Владимир, с вами приятно разговаривать, потому что вы историки, чувствуете ход событий. Действительно, так часто было. И вот возьмем, например, вот мы с вами заговорили о Гуржуме, семью известного купца-старообрядца Сазонова. Его сын, СССР, Егор Сазонов, человек, себя очень так ярко проявивший, вот, он участвовал в покушении на министра внутренних дел Плевя, вот, и покушение это для террористов или бомбистов, как их тогда называли, увенчалось успехом, Плевя был убит. Вот, и, ну, посмотрите, вот, Егор Сазонов СССР, вот, ну, представитель революционного течения, а его отец был монархистом, вот, был человеком глубоко верующим, кроме того, это был купец-старообрядец, да, вот, вот тоже очень-очень интересно. То есть, действительно, революционное событие делили семьи на разные политические направления, и тут, конечно, русская революция в этом плане, ну, представляла собой еще и такой вот глубок противоречий. Но это же бросало тень, вот поступки младших членов семьи бросало тень на старших, и им как-то приходилось уже, не знаю, санкции какие-то следовали в отношении этих купцов? Ну, в отношении купцов нет, 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 в отношении купцов нет, но что касается детей, понятное дело, если революционеры... Ну, по всей строгости закона, да, уже... По всей строгости закона отбывали и ссылку, и там сидели в Шлиссельбургской крепости, вот, и совершали побеги, вот, ну, тоже очень известная семья купцов-Громозовых, это купцы из города Слободского, вот, Людмила Константиновна Громозова, вот, прошла, ну, собственно говоря, все революционные, там, вот эти вот процессы, вот, и в тюрьме сидела, и в ссылке была, вот, и с Лениным была знакома, вот, вот, ну, после революции 1905-1907 года подошла от революционной деятельности, вот, занялась медициной, стала известна очень психиатром, и была одним из организаторов Вятской психиатрической клиники, то, что мы сейчас называем, вот, не... Валентина Бехтерева. Ну, то есть были вот самые разные судьбы, и революция, в общем-то, очень ярко обнажила все вот эти вопросы. А, кстати, Вы изучали этот вопрос, насколько страдал семейный бюджет, так скажем, в купеческих семьях, и все-таки революционная деятельность, она предполагает затраты, там, изготовление тех же агитационных листов, я уж не говорил, о покупке оружия и так далее. Вот вопрос, конечно, такой очень интересный, во многом неизученный, но, как правило, дети революционеры, они уходили из своих семей, но в то же время, вот Вы заговорили, откуда же деньги, да, в архиве сохранились документы, когда, в которых рассказывается, что вот многие купцы, в том числе, например, купец Станислав Косипович Якубовский, вот, очень известный вязкий купец, получал письма с угрозами, вот, и в этих письмах говорилось, что если он не принесет деньги, на революционные нужды не положит, там, куда-нибудь под столбик или под камешек, то будет убит. Вот это тоже явление было характерно. Но Станислав Косипович не дожил до октября, скажем, в 1913-м. Да, 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 скончался, тем не менее, вот, в годы Первой русской революции, он такие письма получал, вот, а были и случаи, вот, в Сарапале, например, в 1907-м году в дом купца Бодолёва закинули бомбу, бомба разорвалась, но, к счастью, никто не пострадал. Вот, и, когда проводилось следствие, было установлено, что, вот, тоже купец Бодолёв получал письма, деньги не давал на революцию, вот, ну, и в результате, вот, в отместку получил бомбу в свой дом. А если говорить всё-таки о традиционной для купцов деятельности, предпринимательской, какие тут изменения? Проходили в начале 20-го века. Ну, изменения... Нет, нет, всё шло уже по накатанному пути, ну, шёл процесс дальнейшего объединения капиталов в форме, вот, от торговых домов, акционерных обществ, вот, о чём мы с вами говорили. Вот, и где-то, вот, к Первой мировой войне, то есть, 1914 году, Вятский торговый мир был представлен довольно крупными купеческими объединениями, причём самыми разными, ну, в основном, конечно, эти купеческие объединения перерабатывали сельхозпродукцию традиционной, собственно говоря, такой вот вятский аграрный, аграрное направление, вот, и, в общем, ну, в таком вот направлении продолжали развиваться. Новые яркие вина не появились уже в этот период? Ну, в основном, купеческий мир, он оставался прежним, он сформировался после реформ 60-х, 70-х годов, тогда была эпоха перемен, но в то же время, ну, возвышались очень многие купеческие фамилии, то есть, накапливали капитал, становились они богаче, ну, например, купцы Клобуковы, Павел Петрович Клобуков, крупный благотворитель, торговец хлебом, и его дело перенял сам Павел Петрович, умер в 1905 году, и затем в свои руки дело взял Пётр Павлович, его сын, и вот он построил один из крупнейших универсальных магазинов в городе Вятке, это сейчас колледж искусства на углу Казанской, напротив Спасского собора, дом такой интересный, да, вот полукурсовый. Да, интересный, да. Вот, и в этом доме в начале 20-го века работал самый крупный в Вятских универсальный магазин, ну, там было представлено более двух тысяч наименований товаров, вот, и, пойдя в этот магазин, собственно говоря, можно было купить абсолютно всё. Ну, торговый центр по современным меркам, да, в воспоминаниях сохранились очень интересные сведения о том, что культура обслуживания в этом магазине была очень хорошей, любого покупателя встречал приказчик, как правило, молодой мальчик, который покупателя водил по магазину и, как экскурсовод, рассказывал о тех товарах, которые были. В общем, приятно было посетить это заведение. Да, и, ну, ходила такая шутка, вот, если вдруг в семье исчезла куда-то, там, дочка, вот, или жена, то вот можно было пойти в дом купца Клабукова и в этом магазине найти. Кстати, мы вот о событиях Первой русской революции, да, вот сейчас говорили, но тут ведь рядышком ещё по хронологии русско-японская война, она как-то отразилась на авиатском предпринимательстве? Она отразилась... Если отразилась тут? Да, отразилась, да, в деятельности кожевенных заводов, поскольку стали поступать государственные заказы на обмагирование, на лобов, и мы с вами тоже в одной из передающих... Да, выторогивали эту тему. ...опыт сахла хорошего, и вот как раз в тот период очень интенсивно работали левизоводы, и ещё этот период очень ярко отразился на благотворительности. Многие авиатские купцы снаряжали, значит, обозы, посылки, отправляли, вот, перечисляли средства на нужды красного блеста, вот, и... Ну, это понятно, тёплые вещи всевозможные, да, да, ну что, собственно, было и распространено другие периоды истории отечественной. Давайте сейчас перейдёмся на небольшую паузу, я напомню, что эта программа сделана в Вятке, и мы беседуем с Михаилом Судовиковым, директором Кировского областного экономического музея, доктором исторических наук, профессором кафедры отечественной истории ВГДУ. Вятские купцы или предпринимательство на Вятке в эпоху революции, тема сегодняшней программы сделаны в Вятке. Я напомню, что мы беседуем с директором Кировского областного кровического музея, доктором исторических наук, профессором кафедры отечественной истории ВГДУ Михаилом Судовиковым. И вот мы уже подходим вплотную к Первой мировой войне, 1914 год, и уже, собственно, Октябрьская революция. Что происходило у нас здесь? Ну, Первая мировая война вызвала громадный патриотический подъем населения. И у купцов это проявилось и в том, что они активно участвовали в манифестациях в самом начале войны, и участвовали активно в благотворительной деятельности. Причем Первая мировая война некоторых купцов застала на Нижегородской ярмарке. И вот имеются тоже сведения о том, что Петр Павлович Клобуков стал собирать пожертвования прямо на ярмарке во время торговли своими товарами. И затем эти деньги были отправлены на нужды армии. Как быстро среагировало. Вот. И что касается Первой мировой войны, то здесь на Вятке работали и дамские кружки, и создавались специальные благотворительные общества. И каждый купец внес свою лепту в дело победы в этой войне. Ну там не ставилось весь какой-то планки, должен столько там дать? Нет, нет, нет. Нет. Каждый, каждый, в общем-то... По своим способностям. По своим способностям. Но в то же время в Вятке было несколько госпиталей. Вот. И практиковались такие вот, например, случаи, когда одна палата отдавалась на содержание одного купца, вот, другая палата другому. Вот. И в газетах появлялись сообщения о том, что вот в этом госпитале всех лучше содержится палата, ну, к примеру, Лаптевую. Потому что раненые воины имеют не одну подушку, а две. Вот. И тубочка у них набита махоркой, да. Это некое соревнование было еще для купцов, нет? Ну, мне кажется, тут просто был зов души. Понятное дело, пытались помочь, кто чем мог. Вот. И одни предприниматели были побогаче, и было больше возможностей. Кстати, если не ошибаюсь, один из госпиталей находился недалеко как раз от нас, где мы сейчас находимся. Вот. Театральная площадь, здание, где размещался Красный Крест. Я ошибаюсь? Да, да. Главный корпус политех. Ага. Ну, на этом месте стояло другое здание. Вот оно не сохранилось. Ну, было снесено вот где-то в 50-х, да, в начале 60-х годов, когда оформлялась театральная площадь. Вот. И тут находился госпиталь. Ну, госпитали находились практически во всех крупных зданиях нашего города. Были десятки госпиталей. И у нас в городе было открыто уникальное учреждение. Дом инвалидов и сирот в доме Тихона Филипповича Булачева. Это здание сейчас занимает Федеральную службу безопасности. И уникальность этого заведения заключалась в том, что там находился как госпиталь, так и находился приют. Приют для малолетних детей, чьи отцы ушли на фронт. Матери, ну, по каким-то причинам не могли содержать. Вот. И там проживали вот дети. И, конечно, вот патриотический дух, он охватил все население в Вятке. И, кстати, ведь очень многие купцы ушли на фронт. Вот. И, например, вот, ну, был такой известный купец-пароходчик Тарышкин, Яков Амич, затем вот его дети занимались пароходством. И буквально в первые месяцы войны Вятка оплакивала Николая Александровича Тарышкина, сына Александра Тарышкина. Ушел добровольцем, кстати говоря. Да, ушел добровольцем. Выпускник, между прочим, Петербургского университета. Работал присяжным поверенным. Вот. И участвовал в двух боях, вот как пишут в Вятке о газете. И умер при... был убит при контратаке. При контратаке. Ну, и за свой подвиг он был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Вот. Его привезли, тело его привезли в Вятку. Была панихида во Владимирской церкви города. В присутствии губернатора Андрея Гавриловича Чернявского собралось очень много народу и хранили... Это были одни из первых похорон в годы Первой мировой войны. А что касается прибыли купцов именно в годы Первой мировой войны, все-таки дополнительная экономическая нагрузка, в том числе на население, снижение покупательской способности, как говорится сейчас. Ощутили это купцы на себе? Да, купцы ощутили. В то же время, скажем, в Ахрушевске заводы работали в полную силу. Более того, стали открываться новое кожевенное предприятие. И потом, тоже газеты сообщают о того периода, что жизнь в то время вздорожала, поднялись цены. И в Вяткове стало еще местом, куда пребывали беженцы. Прибывали беженцы, то есть вот здесь купцы тоже имели возможность получать какие-то деньги. Порасшириваться, аудитория, да. Вот. И, в общем-то, тут, я бы не сказал, что в тот период купечество бедствовало. В военное время, конечно, накладывал свои отпечатки. Но в то же время, если цены завышались, то предпринимались и определенные депрессивные меры. Товар мог изыматься. Издавались обязательные постановления Вятского губернатора. В военное время губернатор получал очень широкие полномочия. И если оказывалось, что цена на хлеб подорожала до немыслимых размеров, то такой купец наказывался арестом, в том числе. Сроком до одного месяца могли отправить в тюрьму. И такие случаи были? Такие случаи были. Такие случаи были, связаны с уездом Вятским купечеством, где цены накручивались. В России в газетах, причем, опубликовались объявления, что такой-то купец был оштрафован или помещен в тюрьму. То есть такие случаи тоже были. Ну, в военное время, понятное дело, нападывали свои отпечатки. И Первая мировая война в результате переросла и перешла в 1917 год. Ну, вот, Февральская революция, затем Октябрьская. И здесь, в общем-то, купечество тоже отреагировало на эти события. Сохранились очень интересные протоколы заседаний городских дум. Ну, как можно измерить коллективное сознание какой-либо группы? Ну, городские думы, они традиционно были купеческими. И, например, сохранились известия о том, что Котеническая городская дума приветствовала февральскую революцию возгласом «Ура!». Вот. Затем, в 1917 году, стала создаваться городская милиция. И вот тоже очень интересно, встречаясь в ней материалы по городу Котеничу, например, предприниматели, например, в Котениче был такой купец Алексей Куршаков. Возглавил один из милицейских отрядов города Котенича. Ну, то есть, вот, купцы проявляли себя в самых разных видах деятельности. Ну, и затем, 1917 год, революция. Ну, яркие, конечно, события вот революционные, они не были так ярки, как в других группных промышленных городах, потому что, ну, у нас рабочего класса практически не было. И вот, и о революции узнавали просто-напросто по телеграфу. Создавались военно-революционные комитеты, вот, и, ну, например, вот по тому же городу Котеничу, раз мы начали о Котениче говорить, вот, ну, имеются материалы, что представители военно-революционного комитета приглашали гласных городской думы для работы в комитете. Но городская дума никого не посылала, своих представителей не отправляла. Ну, и сохранилась вот переписка, то есть военно-революционный комитет пишет о том, что если не будет представителей городского самоуправления военно-революционного комитета, тогда городская дума будет распущена, вот, ну, и городские думы действительно были распущены, вот, но если говорить вот о купеческом сословии, то это сословие перестало существовать с выходом одного из первых декретов советской власти. Это декрета от 11 ноября 1917 года. По этому декрету упразднялись все сословия, упразднялись сословные учреждения, и все население становилось гражданами... Новой страны. Да, новой страны, гражданами Российской Республики, вот, и купеческое сословие таким образом с 11 ноября 1917 года уже не существовало. Ну, понятно, что купцы оставались, и многие в 1917 году и в 1918 пытались заниматься предпринимательской деятельностью, вот, но в то же время это был тоже умирающий слой населения, поскольку принимается много законодательства. То есть попытки продолжать заниматься бизнесом, они пресекались? Ну, они продолжали сохраняться, и, скажем, вот, ну, тот же манифест, вернее, декрет советской власти, вот, там, ноября 1917 года, он во всех уездах, ну, в разные сроки проводился, вот, и, ну, где-то вот с января-февраля, вот, ну, уже все, был запрет вообще на термин «купец», да, вот, нигде в делопроизводстве этот термин не использовался. Ну, просто гражданин, как вы сказали. Да, 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 просто гражданин, вот, и, ну, понятное дело, что начались и национализации, вот, и реквизиции, вот, и, ну, все купцы, в общем-то, теряли, теряли свои домовладения, вот, теряли свои пароходы, заводы, вот, все это национализировалось, тоже по отдельным декретам. Михаил Сергеевич, у нас подходит уже к завершению нашу программу, вы знаете, следующую программу предлагаю посвятить вот конкретным, возможно, самым известным купеческим фамилиям, вот, что в их жизни значила Октябрьская революция, что с ними произошло, как вы смотрите на это. Вот конкретно, о самых известных купцах. А, ну, давайте, давайте попытаемся, потому что у нас действительно очень крупные купцы были, и Булычёв, и Стахеев, вот, и целый ряд других. Давайте попытаемся, да, проследить судьбу купцов, вот, в 17-м году и в первые годы советской власти. Но, к сожалению, конечно, материал сохранилось очень немного, но, тем не менее, я думаю, давайте мы вспомним те людей, да. Не могу не спросить, у Вас, как руководителя Кировского областного праведческого музея, вот, история авиатского предпринимательства, как сейчас отражена в музее? Где можно узнать какие-то отдельные моменты, куда посетить? Ну, у нас в главном здании музея есть зал, который называется «Город», и в этом зале развернута экспозиция, посвященная всем слоям населения, и духовенству, и чиновнике. И вот одна из экспозиций посвящена вятским предпринимателям, посвящена вятским купцам, где можно увидеть и личные вещи купцов, и их портреты, вот, и узнать об основных направлениях деятельности купцов, как предпринимательства, так и благотворительности, ну и общественной деятельности. Что еще сейчас интересного происходит в музее, куда можете пригласить? Ну, вот, мы только что провели Ночь искусства. 3 ноября? Да, 3 ноября. Очень благодарны горожанам, что обратили внимание на наш музей, было очень много народу, вот, много посетителей, хорошие отзывы. Ну, и как раз вот 3 ноября мы открыли новую выставку, выставку, посвященную таможенному мундиру, вот, в современный период, вот, и я могу и хочу пригласить жителей нашего города и гостей города посетить эту выставку, где можно узнать о современном таможенном мундире не только нашей страны, но и других странах, в том числе Соединенных Штатов Америки, вот, стран Европы, восточных государствах, очень интересная коллекция, вот, которая, я думаю, заинтересует и заинтересует посетителей, вот. Ну, также у нас есть пополнение в живом уголке, в главном здании у нас работает отдел природы, вот, который уже полюбился и на новом месте жителям нашего города, ну, и вот у нас появились купинские праки. Ух ты! Да, вот, так что приходите, посмотрите, очень интересные экземпляры, вот, и приводите своих детей, я думаю, очень будет интересно. Спасибо, спасибо большое, ну, и спасибо нашему партнеру, партнеру нашей программы, сделанной навязки компании «Вятич», кстати, продукция «Вятич» буквально на днях все-таки появилась в магазинах Китая, и кроме того, в Китае, в городе Нанкин, состоялась крупнейшая международная выставка продуктов питания, и напитков, и продукция нашего завода там тоже была представлена, получила очень высокую оценку, так что вот есть все основания полагать, что продукция завода «Вятич» крепко встанет, что называется, на полки китайских магазинов. Спасибо, эта программа сделана в «Вятич». Меня зовут Владимир Сметанин, благодарю гостя студии Михаила Судовикова, директора Кировского областного кровеческого музея, доктора исторических наук. До новых встреч! До свидания!